Каких основных политических акторов, способных расшевелить наше инердное общество, способных на какие-то изменения в республике, вы видите? Если они есть, способны ли они действовать сообща? Ну, значит, у нас есть два основных фактора, которые способны изменить отношение населения к власти достаточно быстро. Это холодильник и Баш-РТС. Вот эти две силы, это не политические силы, прямо скажем так. Но именно эти факторы могут... Никакие вот эти республики, советы старейшин и прочие, значит, эти вновь созданные организации, зачастую искусственно созданные, они, конечно, не способны особенно влиять. И даже штаб Навального может быть только неким стимулирующим катализатором, который ускорит, может быть, где-то что-то организует, заявят, объявят и прочее. Но именно экономические факторы повлияют на отношение населения и влияют уже. Ну, на третьем месте я бы поставил экологические факторы. Они, правда, на периферии, но, к моему удивлению, очень сильно работают на периферии республики. То есть в районах, на удивление, сейчас мощное движение. То есть вы рассчитываете на самоорганизацию населения, народа, да? Нет, конечно, не рассчитываю. А кто их возглавит? Вот вопрос того, кто подхватит вот эту энергию, кто ее начнет канализировать в нужном направлении, или ненужном, кстати, тоже возможно, да, вот это хороший вопрос. К сожалению, у населения выработалось тотальное, огромное недоверие, в принципе, к политическим лидерам. То есть вне номинально, то есть население в среднем не доверяет ни парламентским партиям, ни представителям оппозиции, да, то есть вот это удивительное, но абсолютно закономерное отношение, которое в последние 30 лет, это вот синкразия выработалась, она вот, ну, как бы, они сами ее выработали. То есть если бы они пытались вызывать положительные эмоции, пытались вносить конструктивную... Я имею в виду партии, оппозиция. Я имею в виду реальные профессиональные политические силы. То есть даже яблоко, которое, казалось бы, ну, вроде как самое милое либеральному сердцу, или хотя бы хоть сколько-нибудь разумному человеку, уже вызывает, ну, очевидное раздражение. То есть, ну, я уж не говорю про последние заявления. Да, да, да. Явлинского, это уж совсем, как бы, какая-то реинкарнация и позор, но и до этого тоже все было плохо. Да. Субтитры сделал DimaTorzok